Саламастар Махурмитте от Индастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сейчас наша страна находится в очень интересной ситуации, и не только наша страна. Существующий режим, но султан Назарбаев прекрасно понимает, что они доживают последние месяцы. И это понимает не только политическая верхушка, это понимает в нашей стране тысячи, понимает это и Белоруссии Лукашенко, который заявил, что если он потеряет власть, эта волна, которая сейчас мощно двигается по Белоруссии, она безусловно придет как в России, так и в Казахстан. Он прав. Наступает сейчас период, когда диктаторские режимы будут падать не только в странах СНГ, но и по всему миру. Мы все были в субботу свидетелями, когда неожиданно, казалось бы, режим начал интенсивно нападать на активистов. Несколько десятков активистов были задержаны, их держали длительное время. Большое количество активистов получили по 10-15 суток, а известный гражданский активист Асхат Джексибаев сейчас посажен в тюрьму по обвинению в экстремизме. Ему инкриминируют статью 405, часть 2. Его задержали пока на два месяца. Ну, судя по всему, за эти два месяца следственные органы хотят наклепать и сфабриковать какие-то обвинения. Хотя ему обвинения прямо предъявить сложно. Дело в том, что Асхат Джексибаев участвовал со многими сотнями активистами на Асари 8 августа в Талабкерии, в Дулата Агадилла. Затем около 800 человек начали пешим ходом идти к могиле Дулата Агадилла. И полиция весь этот процесс снимала на видео. И, собственно, они пытаются теперь инкриминировать, что те активисты, которые были на этом Асари, якобы участвовали в несанкционированном митинге или шествии, как они говорят. И мы знаем, что даже один из имамов был посажен в тюрьму тоже по административному аресту на 10 суток. Это, наверное, первый случай в нашей стране, когда представители духовенства вместе с народом, как правило, имамы говорят, что против правителя якобы нельзя идти, надо подчиняться Назарбаеву, якобы он не спослан казахам Аллахом. И вот мы видим первый случай, когда имам шел с народом, ему 63 года, и он тоже попал в тюрьму по обвинению в участии этого шествия. Так вот, судя по всему, следственные органы пытаются вменить Асхату Джихсибаева, что он участвовал в каких-то эстремистских действиях. То есть, я так понимаю, участие в похоронах, участие Васи или Васари, теперь нынешний режим хочет квалифицировать как незаконные действия. То есть, вы понимаете, да? То есть, те обряды, которые существуют в нашем обществе, если их получается исполнять, опять же, по избирательному принципу, когда это делают представители власти или те люди, которые, на взгляд, власти не опасны, те, пожалуйста. А все остальные, значит, нарушают условия карантина или участвуют в шествии и так далее. То есть, любым путем идет фабрикация обвинений. И, собственно, судя по всему, власть пытается посадить Асхата Джихсибаева на длительный срок в тюрьму. В субботу рано утром, приблизительно около шести утра, когда Асхат Джихсибаев и ряд активистов Дина, Диана Баймагомбетова, Биби Гуль, Мама и другие активисты находились в это время в Ахтау. Они остановились в недостроенном доме Айгулек Берды и Аблавас Джумаева, где они помогали достраивать дом. В это время произошел налет из представителей СОБРа. Около 15 людей в масках, это СОБРовцы, а также ряд СОБРовцев женщин, это уже новинка со стороны наших силовых структур. Они перелезли через забор дома и ворвались домой. Были вооружены дробовиками, запугивали детей. У Айгуль Акберды и у Аблаваса Джумаева четверо детей, младшей дочери 4 года. Вот, собственно, всех рано утром поднялись в постели, угрожая оружием, арестовали и отвезли их в ближайшую местную полицейскую службу. И в итоге Асхата Джумаева и Диану специальным рейсом, который прилетел из Алматы и увезли их, остальным дали по 10-15 суток. Вот, посмотрите, куда уходят ресурсы силовых структур. Вы знаете, что совсем недавно, в апреле этого года, Комитет национальной безопасности увеличили бюджет на 52 миллиарда тенге. Теперь их бюджет составляет свыше 400 миллиардов тенге. Это миллиард долларов. Это бесполезная структура, занимаясь тем, что преследует активистов, преследует тех, которые, на взгляд режима Насултана Назарбаева, имеют собственное мнение на развитие страны, которые в состоянии критиковать этот режим, показывать на воровство и беспредел. И вот, собственно, Комитет национальной безопасности занимается именно тем, что выявляет таких людей и преследует, а не занимается национальной защитой, действительно, безопасностью страны. Мы знаем, что на силовые структуры сейчас заложено порядка триллиона тенге. Вы представляете, какие деньги направлены на силовые структуры? И в основном силовые структуры занимаются тем, что преследует гражданских активистов. Гражданских активистов, те, кто вскрывает факты коррупции, воровства и беспредела со стороны силовых структур, а также самой политической верхушки. Почему власть так действовала? Почему приходили домой к активистам рано утром, синхронно, по многим городам страны, врывались с автоматами, фактически вели себя как настоящие бандиты? Почему они это делают? Почему они запугивают? На самом деле, все их действия показывают, что напугана сама власть. Ну что, брать с собой несколько десятых ОМОНовцев, чтобы задержать несколько человек, которые просто помогают строить дом. Строить дом активистам, которых лишили возможности зарабатывать, лишили возможности работать. Все время их преследуют, сажают в тюрьму по любому поводу. Они просто приехали помочь. Что же так беспокоит этот режим? Почему Назарбаев действительно так напуган? Напуган, что он летает на детей и женщин с автоматами при поддержке СОБРовцев? Ну, давайте поймем. На самом деле, сейчас происходят в мире очень важные события, именно в первую очередь для стран СНГ. Сейчас в Белоруссии наступает критический период, когда Лукашенко вот-вот должен лишиться своего кресла, позиции президента страны. Совсем недавно он говорил, что если народ Белоруссии его не поддержит, то он возьмет свой портфель под мышку и, что называется, покинет свой кабинет. Но на улице Белоруссии, на все площади страны, выходят сотни тысяч и требуют его отставки. Сотни тысяч. Мы не видим его сторонников. Более того, все его сторонники, как вчера его назвали, метко, что он президент ОМОНа. Это небольшие подразделения, вооруженные автоматами и бронежилетами, которые говорят, что будут с ним стоять до конца и защищать его. Вы вчера видели, все мировые агентства обошло видео, где момент, когда на площади собралось 250 тысяч человек, и они выражали протест и требовали отставки у Лукашенко. Лукашенко, видя, как эта масса надвигается на его резиденцию, просто бежал, улетел на вертолете. И когда эта масса, прошагав рядом с его резиденцией, пошла дальше, когда улицы опустили, в этот момент он возвращается в вертолете со своим 15-летним сыном, у которого в руках автомат, между прочим, это уже нарушение закона, закона белорусских, и нарушает в первую очередь сам президент Лукашенко, нелегитимный президент. И он с автоматом в руках, угрожающий, произносил какие-то слова, обращался к своему ОМОНу, благодарил, называл красавцами. Вы помните, совсем недавно он говорил, что вы заслужили мой народ, я готов стоять перед вами на коленях. Кто он такой? Что он божество какое-то, что люди, оказывается, заслужили, что он стоит перед ними на коленях. Кстати, он так и не встал, как обещал. И вот, все это говорит о том, что Лукашенко напуган, и не только он напуган. Те процессы, которые сейчас происходят в Беларуси, они влияют на сознание граждан, как России, так и Казахстана. Теперь только те, которые вчера были настроены пессимистично и не верили, что режимы можно действительно менять мирным путем, в результате массовых протестов, они теперь осознали, что оказывается это возможно. Когда сотни тысяч людей выходят на улицы, когда они организовывают забастовки, когда шаг за шагом представитель силовых ведомств начинает заявлять о несогласии, тех действий, которые осуществляет Лукашенко, а именно избиение людей, пытки. И они озвучивают эти факты, они переходят на сторону народа. Вы понимаете, почему Лукашенко, который вчера говорил, что он возьмет портфель и уйдет из резиденции, сегодня залетает на вертолете в свою резиденцию с автоматом. И таким образом он пытается сохранить свою позицию президента. Нет у него никакой поддержки. И очевидно, сколько бы он не сопротивлялся, какие бы войска он не вводил, все равно он уже идет. Это уже неизбежно. Потому что миллионы людей, которые вышли на улицы страны, они уже потеряли свой страх, они объединились, и они все равно добьются результата. Безусловно, будет успех. И Лукашенко, безусловно, как говорят сами белорусы, будет свернут. Именно не отстранен, а свернут. Потому что он перешел все границы, которые были возможны. Он применял силу, применял над людьми пытки, издевался. Теперь он вышел с автоматом. Грозит, как в свое время Кусейн в Ираке грозил и был в итоге повешен. Был свернут и был повешен. То же самое ожидает и Лукашенко. И, конечно же, страх Лукашенко действительно волной сейчас надвигается, как на Россию, так и на Казахстан. Именно поэтому на прошедшей неделе был отравлен Алексей Навальный, ведущий оппозиционер Российской Федерации. И его длительное время держали в больнице, не отпускали, не давали возможности вылететь на самолете, который был запрахтован в Германию. И спецслужбы по приказу Путина его не выпускали. Они хотели, чтобы следы яда растворились, и чтобы немецкие врачи не могли определить, что он действительно отравлен. И то же самое мы видим в Казахстане. Если режим Назарбаева на прошлой и позапрошлой неделе внимательно наблюдал за событиями в Беларуси, и теперь они решили применить репрессии, таким образом пытаться запугать общество. Да, совсем недавно эти действия каким-то образом могли влиять, могли запугать действительно общество, хотя сопротивление нарастало из года в год. Но сейчас обстановка кардинально изменилась. Сейчас такого рода действий только приближает конец режима. У меня спрашивают, что будет в Беларуси. В Беларуси будет следующее. Лукашенко не выдержит. Он не сможет держать дистанцию, он не сможет спокойно наблюдать, как сотни тысяч каждый день выходят на улицы, и он начнет применять репрессии. В итоге белорусский народ, если вчера мирно шел по улицам и скандировал, требовал ухода Лукашенко, очень скоро они объединятся и пойдут на дворец Лукашенко, и никакой ОМОН его не спасет. Никакой ОМОН, никакой СОБР не спасет и Нурсултана Назарбаева. Сейчас он лихорадочно пытается задержать наиболее активных людей, запугать, но я хочу сказать, что это все приведет еще большему сопротивлению. Сейчас идет самоорганизация общества. мы видим, что когда некоторых активистов задержали, джирали РУВД, около сотни активистов самостоятельно по собственной инициативе выдвинулись около РУВД и требовали освобождения активистов. Некоторых выпустили, кого-то до сих пор держат, кого-то продолжают арестовывать. Но я хочу сказать следующее, уважаемые друзья, конец, но Султана режима не за горами, и мы должны для этого поработать. Сейчас сложилась такая обстановка, когда у наших граждан всеобщая ненависть к этому режиму Нурсултана Назарбаева. Всеобщая ненависть. Мы сейчас активно работаем в ежедневном режиме со многими ячейками в нашей стране. Создаем ячейки практически в каждом городе. И резюме я могу вынести следующее. Именно этот год оказался ключевым. Именно этот год раскрыл миллионам глаза на режим Султана Назарбаева и сейчас ни у кого нет сомнений. Этот режим Назарбаева должен быть сменен. Сменен мирно, мы должны объединиться, выйти тысячами и добиться успеха. Уважаемые друзья, вы прекрасно знаете, что семья Игуля-Берды испытывает огромные трудности. Ее мужа Облавас Жумаева регулярно сажает в тюрьму, придумывая разные обвинения. Недавно его похитили, затем посадили на 10 суток по административному аресту. И эта семья постоянно испытывает давление. Совсем недавно наши граждане объединившись пожертвовали денежные средства семье Дулата Годила и это помогло семье Дулата Годила достроить дом. Там остались буквально мелкие работы, которые требуют завершения. Именно таким образом наши граждане показали, что сегодня мы можем объединиться построить, помочь семье Дулата Годила, у которого остались сиротами шестеро детей. Сегодня вы объединившись построили дом Дулата Годила, завтра безусловно наши граждане в состоянии построить новый сильный Казахстан, честный и справедливый. Сейчас активисты для поддержки семьи Айгулек-Берты и Аблаваса Жумаева объявили о поддержке обращения к активистам с просьбой приехать на АСАР, помочь достроить, хотя бы доделать некоторые комнаты, чтобы в осенний период семья смогла вселиться в эти комнаты. Они сейчас живут во Времянке 12 лет. Времянка сейчас подвергается атаке термитов и, к сожалению, она тоже должна быть снесена. Поэтому они торопятся, чтобы вселиться в этот дом. и в этой связи обращаясь к вам с просьбой о поддержке этой семьи помочь именно специалистам, которые знают, как проводить отделочные работы, у кого нет такой возможности помочь физически, помочь небольшими денежными переводами, хоть 100 тенге, хоть 500 тенге. Мы таким образом продемонстрируем, что режим не может сломить те, кто стоит. режим не может сломить даже тем, что отбирают людей возможность зарабатывать, все время регулярно оказывают давление, запугивают. Это гражданские активисты Магисталовской области, которые проявляют сильную крепость духа, они не сдаются, они продолжают бороться, и, конечно, их сопротивление может быть только усилено при вашей поддержке. Поэтому, уважаемые граждане, я прошу помочь, помочь этой семье самым различным способом, тем самым, который вы обладаете. Любым денежным переводом, физической работой, именно поддержкой специалистов. Друзья, режим Назарбаева проживает последние месяцы. Я не могу сказать, что это произойдет через месяц или два, этого никто не знает, но то, что он доживает последние месяцы, это факт. Что мы должны делать? Да, сейчас режим оказывает давление на активистов. Но мы должны объединиться и очень хорошим инструментом и механизмом для объединения являются ячейки, о которых мы говорили. Ячейки, когда объединяется пять и более человек, доверенных людей, затем выходит на штаб, мы через Zoom можем переговорить с этими ячейками и совсем скоро мы выведем тысяч людей на улице нашей страны. Как только произойдет смена режима Лукашенко Белоруссии начнутся мощнейшие тектонические сдвиги и в России и в Казахстане. Мы должны быть готовы. Вы видите, там большое количество людей выходит на улицу и многие мне задают справедливый вопрос, как же так? 3-5 процентов точно от численности населения выходит на улице, почему не происходит смена режима? Я снова и снова повторяю, для того, чтобы произошла смена режима, нужна не только численность, нужна и хорошая организация. Нам противостоит организованная преступная группировка Нурсултана Назарбаева, которого поддерживает немногочисленная группа из отрядов полиции, из Национальной Гвардии и из Гвардии, которые защищают лично Нурсултана Назарбаева. И поэтому мы должны тоже быть организованы. Механизм организации это ячейки. Организованные в ячейки люди будут прекрасно понимать, что как только численность активистов, граждан, те, кто выходит на акции протеста в Астане, в Алма-Ате и других городах достигает минимум по 50 тысяч человек в крупных городах, а в средних городах по 10-20 тысяч, именно этот момент наступает, когда мы должны действовать и двигаться в сторону помещений, зданий власти. В Астане это резиденция Назарбаева, резиденция президента, парламент, в Алма-Ате это акиматы и в областных центрах тоже акиматы. Но чтобы осуществить такие действия, безусловно, должен быть штаб, который на данный момент присутствует, должны быть ячейки, руководители ячеек, которые будут организовывать протестную массу, будут командовать и показывать каким образом, что мы должны делать. Поэтому сейчас очень важно очень быстро организовывать ячейки, вступать в контакт со штабом, выходить на связь со мной, и тогда мы не будем неделями стоять на улице, как происходит в Белоруссии. У них видно, что нет единого штаба, не хватает лидеров, не хватает ячеек, такие, по сути дела, они неорганизованы и управляются различными интернет-ресурсами, в нашей ситуации все будет по-другому, потому что в Беларуси в течение трех лет не было ни одного серьезного митинга. У нас последние как минимум два года постоянно мы организовываем разные митинги, люди у нас тренированы, наступил момент, когда практически основная часть граждан ненавидит этот режим, все хотят смены этого политического строя, хотят перемен, и мы можем это сделать, только организовавшись и совместными действиями. Поэтому я еще раз призываю объединиться, вступать в ячейки, выходить на связь со штабами, со мной, и мы в ближайшие несколько месяцев будем добиваться, чтобы этот режим в конце концов был сменен. Алга, Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok